Что такое густая кровь? Чем опасно такое состояние для жизни? И что необходимо исключить из рациона, чтобы избежать сгущения крови? Смотрите видео до конца и узнаете употребление каких семи продуктов следует ограничить в своем рационе, чтобы предотвратить сгущение крови. Приветствуем всех подписчиков нашего канала, а новичкам хотим напомнить, не забудьте подписаться на канал, нажав на красную кнопку и колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых видеороликов. Консистенция и густота крови – важный показатель для нормальной жизнедеятельности человеческого организма. Густота крови изменяется в результате воздействия целого ряда факторов. Особое влияние имеют соблюдение питьевого режима и активность ферментов в организме, которые принимают участие в процессе расщепления пищи. Играет роль наличие инфекционных заболеваний и прием медикаментозных препаратов. Не следует забывать о рационе питания и условиях климата, в которых человек проживает. Почему густая кровь представляет собой опасность? Резкое сгущение крови провоцирует развитие опасных изменений в состоянии здоровья. Происходит нарушение в области сосудистых стенок, сказывающееся на общем состоянии сердца и всей сердечно-сосудистой системы. Одним из факторов, провоцирующих сгущение крови, становится нарушение режима питания. Присутствие в рационе определенных продуктов, а точнее их переизбыток, приводит к изменению вязкости крови, вызывая ряд нарушений в организме. Нередко густая кровь выступает активным провоцирующим фактором развития инсультов, инфарктов и варикозного расширения вен. Какие 7 продуктов приводят к сгущению крови? То, что мы едим, во многом определяет наше здоровье. Большинство продуктов имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Сразу же отказываться от продуктов, перечисленных ниже, не нужно, но снизить их количество в рационе все же следует. Основными продуктами, которые провоцируют сгущение крови, являются. Сахар. Это первый продукт, который приводит к изменению вязкости крови. Производители добавляют большое количество сахара практически во все готовые продукты. Среднестатистический современный житель страны мало двигается и много ест продуктов с высоким содержанием сахара. Быстрые углеводы скапливаются в тканях печени, но при чрезмерном их количестве они проникают обратно в кровь, оседая там в виде липидов и сгущая кровь. Сладкие и газированные напитки. В составе таких напитков критично высокий процент содержания сахара. Помимо этого, в газированных сладких напитках присутствуют искусственные подсластители, повышающие уровень глюкозы в крови. Все это приводит к изменению вязкости крови и сопутствующим проблемам, например, таким как ожирение и развитие эндокринных нарушений. Трансжиры. Искусственно созданный продукт, относимый к жирам. Часто используется при создании маргаринов, майонезов, сливочных масел, полуфабрикатов и хлебобулочных изделий. При большом количестве поступающих в человеческий организм трансжиров возникает риск развития тромбозов и повышенной густоты крови. Наиболее опасны трансжиры не просто для крови, а для сосудов, повышая риски развития тромбозов, атеросклероза и других патологий, связанных с нарушением в сердечно-сосудистой системе. Доказано также, что употребление большого количества продуктов, в составе которых есть трансжиры, пагубно влияет на иммунную систему. Картофель. Питательный корнеплод, который часто называют вторым хлебом, в составе присутствуют полезные вещества, такие как белки и витамин С, а вот крахмал в его составе приводит к сгущению крови. Помимо этого, основная составляющая продукта – простые углеводы, быстро перерабатываемые клетками печени. Они возвращаются обратно в кровь в виде липидов, провоцируя изменение вязкости крови. Самой вредной для крови является картошка, жареная в большом количестве масла. Жирные продукты. Сгущать кровь может присутствие в рационе питания большого количества природных жиров. Молочная продукция, жирные сорта мяса, кондитерские изделия и сыры. Продукты из пшеничной муки. Людям, склонным к сгущению крови, специалисты рекомендуют исключить из своего рациона продукты из пшеничной муки. Клейковина в составе провоцирует изменение вязкости крови. Бананы. Вкусные и полезные фрукты, при большом употреблении которых возможно изменение вязкости крови. В бананах содержится огромное количество фруктозы. Бананы считаются одними из самых сладких фруктов, поэтому при большом их количестве в рационе происходит то же, что при поедании готовых продуктов с сахаром. Экзотические фрукты полны полезными минералами и витаминами, поэтому полностью исключать их из рациона не рекомендуется. Важно ограничить количество до нескольких штук в неделю. Вязкость крови можно определить в условиях клиники, сдав общий анализ крови. Это позволит не только определить вязкость крови, но и оценить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний на фоне изменения консистенции биологической жидкости. Нормальное самочувствие человека во многом зависит от состояния крови. Жидкое состояние крови дает ей возможность нормально выполнять свои прямые функции. Сделать кровь более жидкой поможет отказ от сладких, копченых и соленых продуктов, а также жирных сортов мяса. Важный пункт – отказ от вредных привычек. Рекомендуется разнообразить не только свой рацион, но и мацион. Пойдут на пользу регулярные длительные прогулки на свежем воздухе. Не стоит забывать и о соблюдении питьевого режима. Выпивая порядка двух литров чистой воды в день, человек может добиться изменения вязкости крови и предупредить развитие большого количества патологий внутренних органов.